Сейчас я создаю сообщество самых заряженных ребят. Я всегда этим занимался, просто осознал это недавно. Парни звонили, говорили, что вот, мы с другом пришли, такие в шоке, до двух часов ночи, потом обсуждали разные идеи. То есть я веду параллельно исследовательскую деятельность, кто на что, на чем зарабатывает. Как дураки бросили работу и погрузились непонятно куда, понятное дело, что любой скажет, что, ну, блин, вы вернетесь обратно на завод. Что отличает твое сообщество от других? Привет, Миша. Привет, привет. Наконец-то мы встретились, а на прошлой неделе не получилось, но, как видите, мы здесь, рады с тобой встретиться. Мы сильно хотели записать подкаст. И давай сразу начнем, объясним, для чего мы это делаем и для чего мы тебя позвали. Окей. Так, наш подкаст хочет показывать людям о том, что существуют в мире иные пути, нежели чем заниматься обычной работой на заводе, приходить домой как бы и зарабатывать, ждать свою зарплату. То есть мы рассказываем о людях, которые добиваются иных путей, и мы хотим показать людям, что это возможно и что каждый может взять и совершить успех в своей жизни. Поэтому, Миша, основатель сообщества DAO, мы хотели бы узнать о тебе побольше. Поэтому расскажи, поделись. Кайф. Кайф. Во-первых, спасибо за то, что пригласили. Это интервью случилось, потому что, да, оно имеет ценности для меня также, потому что сообщество сейчас только развивается, и контент, он очень важен в процессе продвижения. И если говорить обо мне, то сейчас я создаю сообщество самых заряженных ребят Кореи. То есть всем известно то, что возможности приходят или от людей, или же через людей. Соответственно, создать пространство, в котором будут собираться люди, которые несут с собой какие-то идеи. И вот через вот это взаимодействие я хочу, чтобы рождалось что-то реально большое. То есть даже не из разряда, знаете, кафе, рестораны, это тоже предпринимательство, тоже бизнес, но с минимальным уровнем погружения в плане знаний, в подходе именно как если ты зашел и хочешь делать бизнес, если у тебя такая цель перед тобой стоит, соответственно, нужно сделать это правильно, а не просто преследовать идею бизнеса ради бизнеса. Ну да, то есть должна быть определенная миссия какая-то. Даже не то, что хотя бы базовые вещи, такие как бизнес-модель, как оцифровка и анализ рынка. То есть не делать то, что есть, и то, что первое пришло в голову, отдавать то, что нужно миру. В том плане то, что если говорить про бизнес фундаментально, то это же удовлетворение потребностей других людей. Ну да, и если бы все бизнесы были таковыми, то было здорово. Миша, скажи, а ты же не всегда этим занимался? То есть вот этот нетворкинг, сообщество и так далее. Как ты вообще к этому пришел? Можешь рассказать? Я всегда этим занимался, просто осознал это недавно. То есть с самого раннего возраста я был тем человеком, который собирал вокруг себя людей, компании. И, допустим, я в Казахстане жил, и у меня появился ряд знакомых корейцев. Я их всех соединил, и мы стали называться «Корейская мафия». Ну то есть в одиннадцатом классе я прошел лагерь для развития лидерских качеств. И вот то, что я там взял, те упражнения и так далее, я собрал народ, знакомые, знакомые знакомых. Ну вот, и сделал этот тренинг. Мне всегда это нравилось интуитивно. Просто совсем недавно я осознал то, что это есть в моей жизни. И сообщество там началось с книжного клуба. Я сейчас могу долго разговаривать. То есть ты это спросил, чтобы я рассказал историю? Ну вообще да, потому что, смотри, у нас история немножко позже началась, потому что мы буквально недавно погрузились в это. Мы купили курс по финансовой грамотности. И после этого решили уже, думаю, ну так не пойдет. То есть работать где-то в найме, на заводах и так далее. Нашли тебя, нашли там разных людей, с кем общаться, можно встречаться. И вот видел, что оказывается в Корее есть такие люди, как ты, которые двигаются. В этом и смысл, да. Это, знаешь, не принимайте на свой счет. Вот есть моль, и она ночью слетается на яркий фонарь. И вот мы своего рода моль, да, люди, то есть такая метафора, то что люди, которые хотят чего-то, каких-то, какой-то реализации, они стягиваются на свет. И я создаю этот свет, чтобы мы объединялись. Ну это круто. Я, честно, вот мы когда первый раз приехали, да, в Ван Сан, я кайфанул. Это круто. Это круто. Просто заряд энергии, новые какие-то знакомства, люди, блин, это вообще круто было. А это только начало, то есть сейчас мы делаем это не как мероприятие, а чтобы это был именно процесс. То есть человек пришел, стал частью сообщества, да, возможно, где-то влюбился в саму атмосферу и поставил цель. И вот это уже конкретные шаги, которые нужно выполнять в группе, чтобы повысить свой уровень деятельности. Вот вы получаете на мероприятии некий заряд, да, некую мотивацию. Парни звонили, говорили, что вот мы с другом пришли, такие в шоке, до двух часов ночи, потом обсуждали разные идеи. И это смысл, это спичка, которую мы даем, да, вот этот заряд, энергию. И сейчас я хочу создать сено, то есть чтобы люди эти спички закидывали и разжигали костер. Вот. А скажи, пожалуйста, что отличает твое сообщество от других? И вообще, слышал ли ты о других подержанных много? Тамая главная фишка. Кто-то сделал, сейчас, немножко предысторию. Кто-то сделал эту работу по анализу конкурентов условно за меня. То есть меня отметили в какой-то публикации, где были все сообщества. И я все просмотрел. То есть там было больше, чем я знал. И фишка, я сразу скажу и про фишку, и про минус. Моя фишка заключается в том, что я не про тусовку, да. То есть я не просто, мы пришли и потусовались, как это есть везде. Если говорить про комьюнити, да, я буду говорить напрямую. Привет, комьюнити. То это конкретно светская тусовка. Это ребята, которые, как говорит скриптонит, пришли на парад еблоторговли. Это тоже неплохо, это круто, это нужно. И я бы даже не смог сделать так, как они, потому что, ну, у меня другой бэкграунд. То, что они делают, это тоже круто. Они идут, если говорить про какие-то модели, примеры, то они скорее как, я не знаю. Скажите, как этот журнал называется? Где Человек года есть номинации. Forbes? GQ. Вот, GQ делает такие вечеринки, да. Они сделали что-то подобное. Есть пространство. Если брать, кто круто делает, мне нравится пространство. Они реально классные. Там девчонка, Менли, по-моему, ее зовут, она поет. Вот, ну, то есть она делает примерно то же самое, что я хочу делать с мероприятиями, да. В прошлый раз я танцевал, но в этот раз на следующей вечеринке будут песни, рэп и так далее, да. И так далее. Я хочу, чтобы это было именно бизнес-вечеринка, где, получается, есть какие-то знания, но не поверхность. Так или иначе, вот за один день человек ничего супер критично нового и крутого не возьмет оттуда, да. Только если связи. Только если связи. И, возможно, кто-то фишечку себе какую-то применит. Но, как правило, если это касается бизнеса, если это блогеры и так далее, то это просто инфоповод, чтобы они пришли, да. То есть это реклама. Люди сходятся на популярных, знаменитых людях, но по факту они ничего не получают. Это они просто поговорили и так далее. Моя фишка в том, что я, во-первых, слушаю людей, да. Я задаю вопросы, что вы хотите узнать, чего вам не хватает для того, чтобы вы начали действовать. Допустим, следующее, это минуточка рекламы. Следующее мероприятие у нас будет Дима Пак, это который Korean Simple, SEO. Да-да-да. Он будет основатель, и он будет рассказывать про те ключевые показатели, на которые нужно давить, чтобы бизнес рос. Конкретно, например, и Корея. Плюс будет юрист, который будет отвечать на самые распространенные вопросы, там, про налоги, про оформление и так далее. То есть тоже польза. Вот. И будет психолог. Ну, да, психология тоже важна, потому что нужно себя. Это самое важное. На самом деле, это самое важное. Про это вернемся. Еще какая фишка. Я делаю сообщество. Мы будем двигаться линейно. Вот сейчас сидит человек, с которым мы делаем чат-бот, который является трекером достижений. Там будут очки, которые будут показывать уровень, который ты сейчас можешь освоить в плане исполняемости и так далее. Плюс он будет напоминать о цели. Каждый день напоминать о цели. Будет недельное планирование, тебе будут уведомления приходить. И сверху будет напоминание о твоей цели. И уже исходя из твоей цели, ты три ключевые задачи. Там именно три пункта, потому что это тоже методика продуктивности. Не больше трех, чтобы фокус не разминялся. Да. Вот. То есть это целая система. Геймификация. Да. Геймификация. Там есть немножко другие крючочки для геймификации, чтобы это было еще и интересно. Это скорее про трекинг, да, чтобы ты мог отслеживать, чтобы, ну, то, что пользуюсь я, и было бы прикольно, если бы мне еще напоминали. А всякие ачивки будут? Ачивки будут, вот именно будут по этим очкам, будут уровни. Вот. То есть если ты там ищешь маркетолога, ты можешь по уровням найти себе человека, у которого высокий уровень дисциплины. Ну, получается, люди сами себя будут распределять и видеть, на каком они уровне. Да, и куда им... Понял. Это чтобы не было такого, что новичок пришел там к самому топу. У меня есть, да. У меня есть... Постепенно, как. У меня есть еще глобальная цель, вообще это именно про продукт, да, то есть куда это все выльется. Это именно нейронка, которая помогает понять на каком ты уровне, и чтобы выйти на другой уровень, какие компетенции, личные качества тебе нужно потянуть. Это то, что живет у меня в голове, и то, к чему я стремлюсь именно как в DAO. Получается, с помощью нейронки создать некого такого психолога личного твоего, который о тебе будет знать и говорить, что тебе лучше. Сто процентов. Именно сейчас. Потому что то, что мы смотрим в интернете, подкасты, это все круто и полезно. Но почему есть курсы, и почему они гораздо эффективнее? Там есть обратная связь с точки зрения твоих нынешних действий. Очень круто, можно знать много, но свою ситуацию всегда сложно оценить. Опять же, почему работа с мышлением очень важна? Потому что процесс развития и достижений, это всегда недолго. То есть говорят, привычку за 21 день формируешь. Но чтобы понять, что тебе нужны какие-то привычки, чтобы прийти к тому, чтобы принять решение, начать делать эту привычку, чтобы изменить свою жизнь, там много вещей нужно осознать. То есть почему мы не двигаемся вперед? Потому что нам кажется, что мы, грубо говоря, максимально адекватны, то, что мы во всем правы, во всей нашей картине мира. И поэтому новая информация для психики — это стресс. Это всегда опасно. А то, что как мы живем, это источник выживания. Да так мы выживаем. Поэтому что-то новое, развитие и так далее — это за пределами нашей психики. Вот ты говоришь про развитие. Мне интересно, у тебя аудитория, ты говоришь, предприниматели, танцоры, и вообще в целом люди, которые пытаются что-то достичь. А как насчет работяг? У тебя есть мысли о том, чтобы помочь обычным людям тоже задуматься о чем-то таком высшем? Ну, не просто всю жизнь работать на заводе, еще что-то. Как-нибудь достучаться до людей? Как ты это планируешь делать? Этот план уже есть. Да. То есть, опять же, если говорить про DAO, у меня есть определенный план, как это будет развиваться. И сейчас есть ряд исследователей. То есть, я веду параллельно исследовательскую деятельность. Кто на чем зарабатывает? Как можно заработать именно внутри корейского рынка? И так далее. Когда эта база будет упакована полностью, тогда она будет, соответственно, доступна всем. И мы будем делать забеги. Там, в зависимости от того, на каком-то уровне, есть уровень, там, выбор ниши, и так далее, и так далее, и так далее. Мы будем вот так вот продвигаться. Опять же, по уровням я вижу игру как жизнь, как игру. Значит, да, сообщество — это как некий такой организм, который сам себя в итоге начинает поддерживать. И ты такой, как, ну, основатель, смотришь, видишь эту движуху, все. Это здорово, да. Еще хотел такой вопрос тебе задать. А как ты думаешь, вот, молодые парни, которые смотрят на своих старших и берут с них пример, что нужно сделать, чтобы их заинтересовать, чтобы они свой взгляд переместили на что-то другое. Ну вот, далеко ходить не буду, а у меня есть братишка, он от Ригона младший, и он по моим стопам пошел, тоже поехал в Корею, начал на заводе рваться. Ну то есть, а его друзья какими-то другими вещами занимаются. То есть я бы хотел, чтобы именно... Потому что взрослых тяжело переубедить. А вот молодые, можно сделать что-то такое интересное, чтобы они просто поняли, что это вообще не выход, это не путь. И вот начали ближе к таким людям, как ты. То есть, как ты думаешь, чем их можно зацепить? Это процесс... То есть как ты зацепил своего братишка? Я ничего для этого не делал. Вот. Ты жил свою жизнь. Да. И нужно запустить процесс, где уже на сегодняшний день люди внутри сообщества умеют правильно добиваться результата и параллельно кайфовать от своей жизни. И вторая часть заключается в маркетинге, да? То есть когда энное количество людей добилось результата, они транслируют эту мысль в массы. Соответственно, они живут уровнем желания тех людей, которые хотят так же жить, но пока что в их картине мира этого нет. То есть это как... Вот представь, ты в поле, и нужно протоптать дорожку. Все знают, что там есть яблоня, и все хотят к яблоне, но они не знают, как туда пройти. То есть сейчас так или иначе люди выходят на работу и думают... Идеальное слово. Но как туда пройти, многие не знают и через что. И это опять же через протаптывание дорожек. Окей, вот смотри, он говорит сейчас про молодое поколение, которое чуть помладше. А что насчет старшего? У меня, например, даже взять с родителями. И они воспитывали нас вообще по-другому. То есть старое воспитание советское, то есть работай, работай, учись, и потом выйдешь на пенсию. Нас учили этому. И когда ты начинаешь, ну, пытаешься что-то такое объяснить, что это уже не работает, это все устарело, то есть нужно что-то такое делать, чем мы сейчас как раз занимаемся. Как убедить старшее поколение, как застучаться до них? Только через результаты. То есть вообще фундаментально политика такая, то что каждый живет правильно в рамках того, что ему доступно. Если ты в отношениях пытаешься кого-то исправлять, неважно, это дружеские отношения, отношения с любимым человеком, со своим партнером, если ты пытаешься его чему-то обучать, как-то его исправить, то, скорее всего, ты просто эмоционально выгоришь. У тебя ничего не получится. Но создавать что-то, что ему хотелось бы получить, и что было бы ему полезно, то есть через желание, через... Вот когда ты свою жизнь простроил определенным образом, когда людей вокруг ты тоже сделал... Люди вокруг тебя так же, добиваясь какого-то результата, это уже прецедент, правильно, закономерность. То есть, ага, вот ребята в этом сообществе, вот этот смог, вот этот смог, перешли к тебе по профилю, к нему на профилю, и этот живет прикольно, этот живет прикольно. Соответственно, они делают выводы, то, что можно, по-другому, да, если выстраивать вот эту историю, то, что, ну, тут никто не мажорик, да, то, что вы пришли и сделали этот результат. И человек, через вот рассказывание этих историй, то есть взрослый человек, там, тоже, да, персонаж аватар, который добился определенного результата внутри сообщества, он будет прецедентом для других таких же людей. Угу. То есть, нужно максимально сильно кричать отовсюду, со всех сторон, везде показывать, чтобы, ну, больше, большой охват был. Я думал об этом. Да? Я думал об этом, и я понял то, что это сформулирую. В общем, у меня есть определенная вещь, которая в моей жизни сработала. Работают, помогают мне как-то развиваться. И если я о них говорю, то это психология, это вода или же инфо-цыганство в глазах тех людей, которые сидят дома, троллят там в инстаграме и так далее. То есть, большинство. И для того, чтобы с ними коммуницировать, нужно коммуницировать с ними на уровне их желаний. Да? То есть, опять же, есть люди, которые добились определенного результата, там, показывать их лайфстайл и так далее. То есть, говорить на уровне их желаний. Вот. А не о том, как я это вижу, что мы там, расстранство и так далее. Ну, вернее, то, что мы, кто мы есть, да, что мы реально даем, это пока что за пределами карты мира. Вот в голове человека есть какая-то своя карта мира. И та информация, она пока что за пределами их мира. И, соответственно, нужно давать им конечный результат, который есть в их мире. То есть, вот, тачки и так далее, это есть в их мире. Все мы хотим секс, наркотики, рок-н-ролл, да, условно говоря. То есть, жить обеспечено. Вот это, вот это нужно транслировать. Это мой вывод личный. Да, к сожалению, к сожалению, к сожалению, люди, вот даже взять меня самого, я думаю, несколько лет назад я бы посмотрел на тебя где-нибудь там и подумал, ну, какой-то там эфо-цыган, наверное. Да, и вот, как, как вот до людей достучаться, мне вот очень тяжело. Честно, я даже со своими близкими знакомыми не могу разговаривать, потому что, ну, они не слышат меня. Когда меняешь вот мышление немножко и все, оно уже, я не знаю, что для этого нужно сделать. ну, мы начали, как бы, свой канал, при том, что у нас ничего нет. И поэтому я, ну, мы так подумали, то, что важно показать именно путь от начала. Вот только то, что ты говоришь, я разговаривал со своим наставником, и он говорит, то, что ты хочешь, да, вот нужны тебе ресурсы и так далее, то видение, которое у тебя есть, оно у тебя есть уже сейчас. В этом мире оно есть, правильно? Если кто-то добивается этого результат, значит, оно есть. Но тебе нужно это достать через определенные вещи, там, условно, принять временную линию. А то, что к этому нужно идти, оно лежит за пределами этой временной линии и за пределами твоей компетенции. То есть, ты должен быть профессионалом в том, что ты делаешь. Если ты хочешь получать деньги, то ты должен быть профессионалом в этом. Люди платят за профессионали. Миш, как ты думаешь, нетворкинг, насколько важно заниматься нетворкингом? Нетворкинг. Ну, нетворкинг это уровень. А так или иначе, социальный капитал, я считаю, наращивать нужно всегда, потому что, как я говорил, вот возможности приходят или от людей, или через людей. и нетворкинг, просто тоже бывает разный. Общение ради общения непонятно. Общение с людьми ради статусности тоже непонятно. То есть, какова цель нетворкинга. Вот. Если просто как социальная база, потому что, по крайней мере, у меня нетворкинг происходит просто потому что я экстраверт и мне нравится общаться с людьми. Вот. А в какой-то момент нетворкинг, он нужен, если ты, допустим, предприниматель, да, тебе нужны какие-то определенные специалисты, тебе нужны определенные выходы на логистику, на вопросы, в которых ты некомпетентен. Да. А что делать интровертом, которым сложно нетворкиваться с людьми? Посещать наши мероприятия. Там нет выхода? Да. Там, да, помню, мы когда пришли, мы еще немного опоздали, искали парковку, пришли, заходим, не успели сесть, так, встаньте, пожалуйста, давайте все обменяйтесь профилями, и я такой, что, что, а я сам, ну, я бы себя, наверное, к интровертом больше отнес. Ну, я тоже. Да, это сразу шок такой, бам, подходят все к тебе, что-то, да, то есть мы даже не успели еще вникнуть в ситуацию, как бы уже процесс идет, там ты, во все увещаешь, и тут мы тихо там пробирались, как-то сели, и тут давайте вставайте, меняйтесь Инстаграм, обнимитесь, да, и мы такие, а, ладно, давай. Но это опять же то, что пришло ко мне практическим путем, да, у меня есть такое понимание, то, что часто вот хорошее состояние, да, что-то, ради чего люди пришли, а это именно смена состояния, лежит за пределами их зоны комфорта, вот, и я делал серф-тур, и туда позвал ряд знакомых, незнакомых, была девчонка, она была интровертом, я ей говорю, пошли, пошли, купаться, мы купались там, очень громко, ну ладно, неважно, смысл в том, что она отказалась, я ее поднял, насильно закинул воду, после чего, после чего, где-то, после недели, наверное, того, что произошло, она говорит, знаешь, Миш, когда ты меня выкинул в воду, я почувствовал себя по-настоящему живой, вот, а еще были мероприятия, где я заставлял ребят кричать, они не кричали, но мы их убедили, и после чего, вот, это как прыжок с высокой, с высоты, это когда страшно-страшно, но когда ты прыгнул, у тебя высвободается огромное количество энергии, вот, поэтому я выставляю таким образом программу, чтобы люди выходили за пределы своей зоны комфорта, и чтобы люди располагались друг к другу, вот, через, опять же, так сильные ощущения какие-то. Это классно, здорово. Люди рядом с тобой, получается, начинают чувствовать тебя по-настоящему, то есть, все время они себя вот так держат, держат, раскрываются, да, сто процентов раскрываются, и я создаю такую атмосферу, в которой они приходят к какому-то ответу на свои вопросы. Если сейчас это было только в рамках мероприятия, опять же, это очень маленький срок повышения энергии, то сейчас я хочу, чтобы каждый человек постоянно регулярно, во-первых, научился быть в ресурсе, да, а все идет с ресурса, вот это, кстати, то, что я бы хотел поднять, то, о чем я бы хотел поговорить, и, во-вторых, чтобы он получал обратную связь, вот, допустим, вот вы вдвоем, вы движетесь так или иначе в одном направлении, да, у вас примерно растет соразмерно уровень компетенции, да, с человеком, который в вашей же нише или же в смежной нише шарит больше, вот он дает вам обратную связь, опять же, проточность, вам лучше сделать вот тут шаг, который, возможно, был за пределами вашего понимания, да, то, что нужно делать это, и это придет к нужному вам результату, потому что он прошел этот путь, то есть, у нас был коуч, круто, причем один, ну, то есть, он знал и его ситуацию, мы, и, как бы, да, он, как бы, раскрывал нас с этой стороны, с той, к которой мы не обращали внимания, не видели, даже не думали об этом, то есть, да, безусловно, человек, который, ну, наставник, он реально помогает тебе, ну, бустит тебя, те вещи, которые ты не сделал, ты просто берешь, и почему ты их делаешь, то есть, у тебя где-то на подсознательном уровне что-то меняется, тебе человек объясняет, вот так, вот так можешь сделать, и ты, как бы, даже не задумывайся об этом, когда есть момент, то, что ты должен это сделать, ты просто берешь и делаешь. Да, знаешь, хочу добавить, насчет уверенности, вообще, когда мы начали этим заниматься, мы даже боялись пойти, и сесть в дорогую машину, просто она вот стоит, любой человек, кто пожелает, может сесть, посмотреть, как там, что внутри, но от того, что, знаешь, вот какой-то вот сухие, мужчина, что подумает, ну, у тебя же, может, денег нету, или еще что-то, не давало нам, и вот, когда мы начали вот этим заниматься всем, у нас появился наставник, и так далее, мы пошли, торговый центр, это, не помню, где было, но не важно, не суть, и мы такие, просто сели в эту машину, по очереди, пофоткали стало, и все, кайп, вышли оттуда, уже все, пропала вот эта неуверенность, то есть, в следующий раз, когда мы захотим, мы сели в такую же машину, и без проблем, ну, то есть, наставник определенно, да, помогает, раскрыться. У меня есть похожая ситуация, у меня друг занимается переводами, и, периодически, он сталкивается с большим количеством налички, да, то есть, нужно передать те деньги, которые, ну, там, в общем, определенная схема, а смысл в том, что, вот, он периодически, вот такие куски с собой таскает, и первый раз, когда я их взял, у меня внутреннее ощущение было крайне непонятное, то есть, ага, такая сумма денег, убить кого-нибудь, ну, то есть, это что-то, опять же, за пределом привычного, и да, это очень важно расширять карту, потому что ты понимаешь, что ты хочешь сюда прийти, конечно, А вы куда двигаетесь вообще в том плане, это что, какое у вас направление? Ну, давай я начну, может, ты дополнишь потом. Изначально мы вообще начали про финансовую, этот, финансовая грамотность, потом инвестирование, вот мы, кстати говоря, здесь, а в Корее, начали инвестировать, первый раз, и так далее, мы уже потом вышли на YouTube, подумали, что, почему нет? То есть, сейчас в наше время, как раз вот социальные сети, YouTube, там, Instagram, люди на этом, как будто бы, знаешь, зарабатывают. Легко? Да, очень легко. Просто как будто ничего не делает, ты можешь зарабатывать огромные деньги, ну, на самом деле, нужно делать, нужно, во-первых, мышление свое перестроить. Это сенс. Вот. Мы хотим, конечно, вот развиваться, начать в YouTube, инвестировать, выйти на пассивный доход. У нас есть, да, некоторые маркеры, такие, миллион, то есть, миллион долларов, миллион подписчиков. Что еще? Я понимаю. Миллион идей. Ну, это, опять же, это как, не то, чтобы пенестал, как проект, а финишная черта, да, то есть, ты пробежал один круг, и вот эта линия, то, что ты пробежал один круг. Недавно сидели с чуваком, у него Rolex. Я говорю, а в чем прикол? Он говорит, для меня это как свидетельство того, что я могу, но добился того уровня притока финансов, что я могу позволить себе такую цаску. Да. Это как маркер, да, это как бы фиксируемся на этом уровне. Ага, этот уровень не прошел. Я, я, кстати, тоже слышал о таком, что, во-первых, ну, мышление миллионера, типа, миллионеры не покупают дорогие машины, часы и так далее, но я и обратно слышал, что, возможно, кто-то взял дорогую машину, и как раз таки это повлияло на его дальше, на дальнейшее развитие. Типа, новый уровень нормы, да? Да, то есть, он себя вынуждает общаться с более такими людьми, которые в этом вертятся. Я считаю, это бесконечный путь, может быть. Недавно, вот в этой комнате я разговаривал с человеком, который говорит то, что он проходит такой этап, то, что он начинает зарабатывать в раза в три, два, три больше, чем он зарабатывал. Начинает тратить больше на определенные вещи, и из-за этого он начинает зарабатывать еще больше, потому что, как бы, твой уровень нормы увеличивается, у тебя, тебя окружает свидетельство того, что деньги, они обеспечивают там комфорт, ты можешь каждый день кушать то, что ты захочешь, кататься куда захочешь, у тебя есть больше свободы во времени. И вот это позволяет зарабатывать больше осознания. Ну, это да, не могу с этим поспорить, но единственное, знаешь, что могу сказать, если, не дай бог, с человеком что-то произойдет, что он вдруг резко не сможет зарабатывать, все, конец. То есть, в этом и есть финансовая грамота. Неважно, сколько ты зарабатываешь, важно, чтобы оставалось. Да. Да. Тут есть две вещи. Если говорить вот про траты, то с точки зрения психологии, это лучше про взаимодействие со своим внутренним ребенком. То есть, вот эта энергия, да, энергия жить, действовать, договариваться, она дается, когда ты удовлетворен внутренне. Вот вы знаете таких тухленьких людей, которые так, типа, такой, ну, как бы, занимаются бизнесом, потому что много работают. Но в них нет жизни, нет энергии. Я знаю много людей, которые, как бы, много что знают, много чего хотят, но они не действуют именно потому, что они выгорели. Они не понимают, чего хотят. То есть, чем больше вы игнорируете вот эти свои желания, чем больше вы работаете, как бы говорите, ага, заработал это и там, позволю себе это и не позволяете, тем меньше вы начинаете ощущать собственные желания. Если вы не ощущаете собственные желания, тогда у вас нет мотивации двигаться, у вас нет мотивации добиваться чего-либо вообще. А зачем? То есть, вы логикой можете что-то понимать, но многие люди логикой понимают то, что они жирные, то, что они слишком много курят и пьют. Но что-то внутри них заставляет их действовать совершенно по-другому. И вот про эти траты, это, конечно, история про вот это внутреннее, про взаимоотношения с самим собой. У меня есть один пример человека, который, ну, Хангук занимался здесь бизнесом, что-то пробовал. Ну, он не такой, как бы, взрослый, ну, постарше нас будет, но вот во время своей молодости занимался бизнесом. И я ему сказал то, что я тоже хочу, ну, хочу какое-то дело открыть и прочее. Он долго не думал, сказал, не надо, это тяжело, лучше работай на заводе. Вот он, он так и делает, как бы, то есть работает много, чтобы у него была большая зарплата. Ну, то есть я его слушал, такой, ну, что с тобой случилось, вот, что ты так начал думать, а бизнес это, не вариант, здесь в Корее тяжело, не получится. сам Хангук, я думаю, если бы я был Хангуком с моим мышлением и с знанием языка, я думаю, мы бы, я бы точно не работал на заводе, да, а есть люди, которые уже, как бы, отчаялись, и, несмотря на то, что у него есть миллион возможностей, он считает, что, ну, это вообще не его путь, я лучше буду работать на заводе, и как бы и зовет других людей так же поступать, я как бы, ну, из добра, он же не, да, как бы, это легкий путь, ты заработаешь много денег, вот, хочешь, говорит, тратить много, надо много работать, хочешь там, гучи или что, ну, я такой, я сразу, не, ну, мне это не нужно, думаю, мне бы акции какие-нибудь купить, ну, сразу, я ему начал говорить про то, что я инвестирую, он сразу тоже обрывает, ай, деньги потеряешь, у меня, говорит, друг, профессиональный трейдер, но, вот, он профессионал, ему можно, он может, а ты, как бы, нет, я говорю, ну, я же не трейдер, а ты не спросил у него, он родился профессиональный, плохо, да, да, ну, вот, то есть, еще мог спросить бы, да, я вот это вот, про то, что ты говоришь, люди в одну точку, как бы, уставились, и все, и других вариантов не видят, а что это обуславливает? Я думаю, это, это страхи, мне кажется, и страхи, хотя бы. Фундаментальная даже промышление история, то есть, ему не объяснили, то есть, в его картине мира, опять же, нет вот этой функции эффективности, да, то есть, то, что ему давалось сложно, потому что не было знаний, двигался вслепую, опять же, никто не подсказывал, да, не знал, где чипать знания, вот, он ушел в бизнес, и действовал по принципу, работай больше, больше будет, он действовал много, но не получал результата, потому что, опять же, бизнес, если смотреть процессуально, то это про игру вероятности, да, ты пробуешь энное количество действий, видишь выхлоп, обратную связь, и уже, как бы сужаешь количество действий, которые ты делаешь, и в конце концов, так люди приходят к системе, но, есть такое понятие, как объем, вот, личностный объем, есть люди, которые нет знаний, но есть жесткий характер, они могут постоянно действовать, договариваться, да, и так далее, и вот на этом объеме, они приходят к определенному уровню, но, как правило, такие люди не умеют делегировать, да, такие понятия, как соцессия, оцифровка, то есть вещи, которые влияют на бизнес, вот, что такое оцифровка, да, ты можешь посмотреть на свою бизнес-модель, посмотреть, сколько у тебя есть свободных денег, и сколько тебе стоит один клиент, это, юнит экономика, да, это база, то есть сколько стоит тебе клиент, и сколько у тебя есть денег, чтобы купить больше клиентов, вот, у него этого нет, он просто привык действовать, и соответственно, чем больше я сделаю, тем больше я заработаю, это ограничено, только, ну, временем, вниманием, энергией. Он устал, постарел, его бизнес разрушился, потому что не было системы. И опять же, это про мышление, про желание меняться и так далее. Получается, смысл твоего сообщества будет не просто в определенных мероприятиях, а как бы это такая ячейка, то есть люди приходят и они не уходят от тебя, набравшись какого-то опыта. То есть они продолжают друг друга постоянно наставлять, что-то показывать, рассказывать. Это здорово вообще. Это как бы это очень важно, когда ты видишь то, что ты сделал что-то и оно работает. И тебя это постоянно... Я уверен, что ты постоянно на позитиве заряжен и тебя это питает. То есть у тебя есть такой генератор энергии, который ты постоянно как бы и сам подпитываешь, но в то же время и получаешь. И я думаю, это здорово. Я бы хотел реально что-то такое тоже построить в дальнейшем. Конечно. Блин, это вообще круто. Ты, во-первых, когда сам вещаешь, ты сам и людей заряжаешь, сам заряжаешься, сам растешь. Это именно поэтому я начал делать первый книжный клуб, и это то, что я делаю сейчас, тоже пришло как потребность вот в этой обратной связи. И я понимаю то, что я во что-то упираюсь, но что-то мне не дает. И когда я создаю вот эту атмосферу, я сам расту. То есть если говорить о моем развитии, стратегически дау это то, чему я посвящу свою жизнь. На данный момент я вижу это так. Но если говорить тактически, то, что я сейчас хочу сделать, это не про дау. То есть я хочу зарабатывать на других вещах, и дау очень сильно меня подкрепляет. Оно очень сильно меня подстегивает. Это наставники. Я когда-то заснял видео, то, что представь, если мы это сделаем, вот такую вещь, я другу говорил, камеру включили, тогда будут подтягиваться самые умные люди Кореи, самые активные и так далее. А кто делает бизнес? Люди. И если рядом с тобой самые лучшие люди, тогда у тебя есть возможность делать самый лучший бизнес, неважно, в какой нише. И сейчас это постепенно реализуется. То есть в моем окружении появляются допустим, Артур. Во-первых, по ценностям, да, этот человек мне очень нравится. Во-вторых, маркетолога круче я не видел. Реально. Он работал в компаниях старшим маркетологом, у которых оборотки были за десятки миллионов долларов. Там. Офигеть. Да. Он просто приехал сюда ради девушки. Ему не хватало окружения, и он пришел, мы познакомились, и вот, и мы со временем как-то, ну, не знаю, как это работает, но сходимся. Вот. И ну, ряд очень интересных людей, с которыми бы я вряд ли познакомился, если бы не сделал то, что я делал. Если говорить о дальнейшем развитии, это и наставники, это и клиенты, это и партнеры, и сотрудники. То есть это просто источник для того, чтобы ты пришел и нашел все, что тебе нужно для дальнейших людей. Просто сеть такая. Да. Где ты просто пришел и нашел, что тебе нужно. Так как сейчас, на данный момент, это крутится вокруг меня, да, то есть я собираю там и так далее, и так далее. Я знаю всех, и как бы мне очень удобно этим пользоваться. Моя задача сейчас сделать так, чтобы каждый смог этим пользоваться так же. Находить наставников, единомышленников, партнеров, клиентов, и так далее. Вот этот чат-бот это тоже первый шаг на пути к этому. А вы свой путь как видите? А вы свой путь видите как для год? Я думаю, нет, это долгий путь. Окей. А это путь как расставленные фонарики или это именно путь? То есть вы примерно в темноте, но видите то, что вы идете в ту сторону. Ну да, горшочку танцерадуги. Неплохо, неплохо. Окей, а вы как-то декомпозируете это? Какие-то шаги, этапы и так далее? Ну, вообще, у нас изначально был план. Мы же работали на заводе, начали в эту тему погружаться, и как бы каждый день общаемся, думаем, как, что вообще делать? Ну, просто так дальше работать не пойдет. Ну, и вот первая эта встреча была в Корее вот с тобой. это мы удивились, что есть вообще в Корее такие люди, ну, потому что мы не с кем было до этого общаться. Вот. Расставили цель, то все у нас до, допустим, 30 июня уже было выбрато число, то мы уходим. Уходим, неважно там, что произойдет, мы уходим и будем дальше развиваться. Будем развивать наш YouTube канал, вот, записывать подкасты, и, то есть, пойдем только в эту сферу. Ну, и само собой, вообще, инвестиции, инвестиции, это уже отдельные. Конечно, этому еще надо учиться и учить. Вольно. А, то есть, вы хотите накопить денег и уйти к этому числу, и просто, как бы, в свободном плавании пожить? Мы сейчас расскажем. Да. Еще интереснее. Да, да. Хочешь, расскажи давай. В общем, визуализация, это круто. Это работает. Вот, ты тому пример. Ты записал видео, что ты хочешь создать такую вещь, где будут умные люди собираться, и ты это сделал. Так же и мы, как бы, визуализировали по поводу того, что мы уйдем из знаема и не будем работать. И так совпало, что у нас, на заводе, на котором мы работаем, начинают ухудшаться условия, и различные, знаешь, вот, косты режут. Вот. И так получилось, что они настолько порезали, что я не то, что в июне, я написал увольнительную, когда мы, пятницу? На прошлой неделе, все, мы... Да, я написал увольнительную, то, что я дорабатываю месяц, и мы уходим. И мы такие сидим, солим, и мы думаем, блин, вселенная реально слышит. Вот мы хотели, она не пришла именно 30 июня, да, а она пришла чуть пораньше, и все. И представляешь, вот, из всего завода огромное количество людей, только два человека решили сказать нет этим условиям, которые они сделали, и написали увольнительную. То есть, остальные люди, как бы, ну, у них нет плана, а они живут по течению. У нас тоже нет плана. Я понимаю, у них вообще нет видения, то есть, они живут по течению, у вас есть скелет того, как вы видите свою жизнь, и по нему вы ориентируетесь. А какие источники дохода у вас в жизни будут, когда вы уйдете? Ну, у нас есть небольшой журок, да, так что у нас нету по этому поводу волнений каких-либо, и, во-первых, мы решили уделить больше времени Ютубу, у нас осталось буквально 500 часов до монетизации. Они уже есть. Они уже есть? Да, мы ждем. Они уже есть, просто с опозданием немножко. Просто, да, один у нас ролик стрельнул, так получилось, что этот ролик и сделал нам монетизацию. Мне кажется, вот. И также мы, видишь, что дело во времени было, потому что работая по 13 часов, ну, буквально, мы даже, я не знаю, как мы умудряемся ходить там на тренировки, заниматься Ютубом, да, но я понимаю, что мы освободимся, у нас будет огромное количество времени, и мы не спеша начнем делать то, что мы еще не реализовали. Например, мы начнем покупать товары для купанга. Я думаю, это не, как тебе сказать, это не основной заработок, но я хочу, чтобы было много разных ручейков, которые будут собираться в один большой бассейн. То есть, ничего вы не выбрали. сейчас, секунду, вот как я это вижу, просто то, как я это вижу. У вас есть план, у вас есть мешочек, да, пусть он будет не с деньгами, а с водой, да, вы сейчас уходите, и то, что заливало туда воду, оно прекращается. Но так как вы живете, он постоянно истощается, да, и каких-то путей конкретных, что будет туда заливать, у вас пока нет. То есть, компетенций, что будет заливать. Да, ну, это те вещи, которые еще не заливали, но мы планируем, чтобы они на нас рвут. Ну, смотри, это риск. Да, да, можно так скажу, не то, чтобы я вас не верю, но много историй, просто видео, то, что люди возвращаются. Вот. Вы хотите, знаете Марка? Марк? Какой? Марк Цой, ну, который блогер. Ну, в общем, в Корее есть блогер Марк Цой. Он несколько раз выкидывал свою рабочку, потому что думал, я больше никогда не вернусь. Но возвращался. Да? Да, да, нет, мы держим это в голове, что возможно придется от того, что, ну, кушать же надо тоже, если вдруг что-то пойдет не так, но мы не держим это, знаешь, как план, что мы обязательно вернемся. Мы держим в плане, что возможно придется, то есть, когда-нибудь. Но пока что придерживаемся плана, что мы идем все по другой тропинке. Я не навязываю ничего, не призываю. Мое видение того, как бы я это делал, это просто моя обратная связь, для этого мы и здесь. Окей, кайф. Я бы вначале обрел компетенцию. То есть, перед тем, как уйти, ну, вы можете просто не работать, правильно? Вам не обязательно осталось на этой работе. я бы обрел вначале компетенцию. То есть, какие-то твердые навыки, которые могут позволить не работать. Или же какое-то дело, которое будет приносить хотя бы минимум. вот. То есть, вот вы говорите то, что вначале купанк, а ты вначале уйдете, а потом, возможно, освоите купанк. Мы уже его освоили, потому что у нас не было времени именно посвящать ему больше времени, как бы товар заказывать и прочее, вот это все. Там нужно карточки товара делать. Ну, то есть, слишком много и YouTube, и там, занятия спортом, вот это все, и купанк туда не влазил. Сейчас как бы мы увольняемся, и все, у нас есть вот несколько движений, и мы на них прям полностью концентрируем. Ну, конечно, хотелось бы сказать, что мы прям рискуем на 100%, то есть, как дураки бросили работу и погрузились непонятно куда. Понятное дело, что любой скажет, что, ну, блин, вы вернетесь обратно на завод. Ну, у нас есть страховка маленькая, то есть, мы как команда же, мы до этого говорили, что у нас жены есть. То есть, жены нас подстрахуют немножко в это время, в тот промежуток, пока мы набираем компетенцию, про которую ты говоришь. Окей, это прикольно. Вот такая система, это прикольно, что есть человек, который страхует. Это мои вдруг три блоки, я, наверное, не знаю, у меня внутренний блок, то, что я не могу брать, рассчитывать на жену. Есть так. Я, как бы, не то, что боюсь этого, я даже не знаю, как правильно выразить эту эмоцию, то, что на жену я, в общем, не рассчитываю. Скорее всего, это, знаешь, опять же, воспитание, может быть, на вид, это, ну, то есть, мужчина должен содержать женщину, правильно? А женщина должна сидеть дома, мужчина должен добывать, ну, как охотник, приносить домой, добычу, но я не знаю, мы живем в современном мире, и я считаю, что нормально, когда два человека развиваются параллельно. Это кайф, да. Если вас поддерживают, это шикарно. Прежде чем вы продолжите смотреть дальше, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, пишите комментарии, а также подписывайтесь на наши социальные сети и подписывайтесь на инстаграм сообщество DAO. Ссылки будут внизу в описании. Также отдельно хотели бы поблагодарить студию Цой Продакшн за предоставленную возможность записать подкаст. Ну, а мы поехали дальше. В книжном клубе было определенное разделение, да, а люди, больше половины, наверное, ушло с найма, а часть нет. И что их отличало, это люди, которые прошли курсы. Ага. Да. Одни люди поставили цель, прошли курсы, и вот Эдя, мы когда с ним познакомились, он говорил, знаешь, я ощущаю себя как акционер-инвестор. В итоге он сейчас на крипте и на трейдинге этим занимается через некоторое время. Ну, он прошел определенный путь, он начал инвестициями увлекаться, криптой, потом он начал арбитражом заниматься, потом, ну, то есть переводами денег через 5-бит торговлю. Вот. И потихоньку он вышел именно на трейдинг. Я думаю, зададим тебе последний завершающий вопрос. Скажи, Дао, ты планируешь его завязать именно в Корее, или же распространить это вообще везде? Сейчас Корея, это шаг. Если смотреть, я принял решение, что это игра, в которую я играю в долгую. То есть это то, что мне нравится заниматься и отвечает на какие-то мои сильные стороны. Ладно, давайте я скажу так, чтобы это было полезно для других людей. Это предназначение, это ответ, который мы получаем, взглянув на все три плоскости. Это прошлое, настоящее и будущее. Прошлое, это то, какие инструменты, какие наши качества проявлялись таким образом, что давали результат. Вот интуитивно мы что-то делаем, и у нас что-то получается. Да, за что нас хвалят, там, и так далее. Вот у нас, значит, есть предрасположенность в этом. Это нужно всегда учитывать. А будущее, это смотреть на то, какова тенденция той ниши. Да, вот ты знаешь свои навыки, ты в настоящем смог выбрать из тех ниш, которые сейчас есть, и смотришь тенденцию рынка. Она увеличивающаяся или нет? То есть я получил ответ да во всех точках. Да, я понял, чем мне нравилось заниматься. Я понял то, что сейчас это плюс-минус окупаемо, да, ну, то есть это не то, что может, там, давать большие деньги, но при этом оно может самообеспечиваться, да, то есть как минимум не уходить в минус. И это растущий рынок. Если брать Корею, это, ну, голубой океан, и по мере того, как люди будут просветляться интеллектуально, они будут приходить к дау. Просто мне нужно не бросать, да, это моя задача. Плюс, сформировав вот эту модель для себя, то, что реально работает, супер, да, вот то, что я могу человека вот так вот прогнать, как метаморфоза, он прогоняет на пять дней, и это меняет жизнь, там, ну, кого-то жизнь меняет. Когда я это пойму, я тоже пойду туда, вообще на мир. Плюс я хочу, если говорить о том, как я это вижу, а мне нравится видеть проект именно как визуальный макет, да, я вижу карту Кореи, и я вижу огромное количество протянутых ниток, которые соединяются с Азией, Юго-Восточной Азией, которые соединяются с русскоязычными, и, возможно, делают что-то международное, как будто бы по Корее распространяется. То есть, мы можем реально, сейчас можно инвестировать в недвижимость на Бали, Таиланд, и так далее, это нам открыто, да, можно также делать какие-то туры, работать с туристическими зонами, именно для корейцев, там, с этими странами, с нашими странами, люди любят горы, то есть, Дагестан, Казахстан, Кыргызстан, их можно туда отправлять, можно работать с недвижимостью, тут есть ряд людей, которые зарабатывают, но не знают, что с этим делать, соответственно, можно предоставлять им те услуги, которые предоставляются там, такому же типу людей, то есть, есть ряд уже ниш, которые мы проанализировали, и они вполне масштабируемы, и вот эти нитки соединять, 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 потому что я бы для себя понял, допустим, те же тачки, да, у меня достаточной компетенции и видение того, как это можно сделать, но мне нахрен не интересно, мне реально не интересно этим заниматься, соответственно, но мне интересно делать то, что я делаю, да, и если я помогу кому-то этим заняться, я получу кайф, ну, и так далее, и так далее. Здорово. Мы очень рады, что у нас получилось записать этот подкаст, благодарим тебя. Спасибо, я тоже вас благодарю. Спасибо огромное, что пришел, точно, что позвал. Вот. Поэтому кайф. Здорово. Это ворки, а сила. Всем пока, ребята, это был Домоказ, до скорых встреч, пока-пока. Пока. Пока.